За одним столом представители власти, пенсионного фонда и службы занятости, а также общественники. Основная мысль – реформа неизбежна, но есть возможность подкорректировать условия. В 50-м, фактически послевоенном году, одного пенсионера обеспечивали 7 работников. По прогнозам, через 5 лет будет лишь двое. Это если говорить о средней цифре по стране. В Анапе на одного пенсионера приходится условное 1,3 кормильца, почти как те самые полтора землекопа. Во-первых, не хватает работоспособного населения. Во-вторых, легализация теневой зарплаты. У нас, по оценкам экспертов, 25% вообще в тени находится, то есть мы их даже не видим. А из тех, кого видим, зарплату показывают, к сожалению, не всю. Вот мы до 2016 года администрировали страховые взносы. Если официально провести анализ, это, конечно, не простой вопрос, но плюс-минус. Заклата колеблилась средняя в Анапе в районе 15 тысяч рублей. При этом пенсия была 11. По оценкам городской службы занятости, в тени находится около 20 тысяч анапчан трудоспособного возраста. Это означает, что они не делают отчислений в пенсионный фонд. При этом доля трудоспособного населения продолжает снижаться. В середине июня правительство одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин в течение 16 лет и с 60 до 65 лет для мужчин в течение 10 лет. Как мы будем выглядеть, дорогие мои дамы? Ну мы же должны жить не только наработаться, но мы же должны быть еще, в общем-то, и себя как-то осознавать, что мы женщины, что мы интересны своим детям, внукам, что мы являемся нашим внешним своим примером. Поэтому я считаю, что 63 для женщин и 65 – это много. Максимум, да, поднять надо, да, войти в положение, да, со всей этой экономической ситуацией складывается, но 60 для женщин и 63 – это максимум, я считаю, что можно принять. Надежда Харитонова возглавляет общественный совет Виноградного сельского округа. Она предлагает ограничить максимальный пенсионный возраст до планок, принятых в соседней республике Беларусь. В 2022 году мужчины там будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины в 58. Повышение также поэтапное. Медики считают, что к моменту завершения реформы в России средняя продолжительность жизни увеличится. Смерть настижается, конечно, в связи с тем, что у нас увеличивается количество высокотехнологичной помощи. То есть люди могут получать уже те операции, которые раньше были недоступны. Поэтому есть возможность продлить жизнь определенному контингенту. И на фоне, конечно, краевых цифр мы выглядим очень даже неплохо. Сегодня в Анапе рождаемость превышает смертность. Теперь важно будущим поколениям объяснять, как работает пенсионная система. Просьба, как бы, дискуссию эту не останавливать. Григорьевна, на советах общественности, на краю, на сельских округах нам нужно эту дискуссию продолжить. И коллегам просьба организовать в ближайшую неделю это все. Сегодня нужно говорить. И я думаю, когда нашему президенту все это обобщат, народ, как смотрят на это наши жители нашего государства, какие предложения, я думаю, он примет правильное решение. Собранные предложения обработают и направят на краевой уровень. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин.